Уважаемые участники Конгресса, разрешите мне от имени полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Владимира Ивановича Булавина зачитать приветственный адрес. Участникам и организаторам Российского национального конгресса кардиологов, посвященного 50-летию Российского кардиологического общества. Дорогие друзья, поздравляю вас с открытием Российского национального конгресса кардиологов. Конгресс имеет все основания считаться одним из наиболее значимых событий в жизни научно-медицинского сообщества. Ежегодно в нем принимают участие свыше 5000 специалистов из всех регионов России, а также ведущие зарубежные ученые. Обсуждаются наиболее актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения болезней сердца и сосудов. Сегодня заболеваемость и смертность от болезней системы кровообращения в Российской Федерации, в том числе и в Северо-Западном федеральном округе, остаются высокими. Снижение этих показателей – одно из наиболее приоритетных направлений государственной политики в сфере здравоохранения. Вы знаете, что за последние годы в ряде субъектов Российской Федерации построены новейшие кардиологические центры, в том числе и в Северо-Западном федеральном округе. Для изменения ситуации необходимо развивать и внедрять в клиническую практику современные подходы и технологии, повышать уровень подготовки специалистов, медицинских кадров. Трудно переоценить в решении этих задач роль Федерального центра сердца, крови и эндокринологии имени Алмазова, крупнейшего на Северо-Западе, уникального многопрофильного медицинского центра. Желаю всем участникам Конгресса плодотворной работы о центре Алмазова дальнейшего успешного развития. С уважением, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. От всей души поздравляю вас с началом работы, все намеченные планы, все то, что вы задумали, то, что вы будете обсуждать, те новые направления, те подходы, которые намечены для обсуждения. Я желаю, чтобы они все осуществились и действительно, как было сказано в фильме, мы оставались ведущими в этом направлении. Всего вам самого доброго. Сначала я выполню почетное поручение председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивана Матвиенко. Уважаемые участники и гости Конгресса, от имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации я от себя лично приветствую и поздравляю вас с началом работы Конгресса. Это событие посвящено 50-летию основания Российского кардиологического общества, которое является крупнейшей медицинской общественной организацией, насчитывая в своих рядах около 5000 специалистов из всех регионов страны и вносящей большой вклад в развитие отечественного здравоохранения. Сегодня Российское кардиологическое общество, возглавляемое академиком Российской Академии Медицинских Наук Шлихто Евгением Владимировичем, успешно объединяет усилия кардиологов, врачей, ученых и педагогов, направленных на реализацию государственной политики в области здравоохранения для решения важнейшей задачи по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Российское кардиологическое общество активно участвует в формировании и реализации современных программ непрерывного последипломного образования, проведение профилактических мероприятий, выполнение научных исследований и внедрение в клиническую практику новых методов диагностики и лечения. Неслучайно Конгресс проходит в городе Санкт-Петербурге, где сформировалась уникальная научная и клиническая школа, внесшая весомый вклад в развитие российской медицины. Выражаю уверенность, что обсуждение актуальных проблем диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний с участием ведущих российских и заблежных ученых станет значительным событием общественной жизни, откроет новые перспективы модернизации здравоохранения и будет всемирно способствовать укреплению международного авторитета российской медицинской науки. Желаю вам успехов и плодотворной работы. Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Дорогие друзья, участники и гости Конгресса, от имени депутатов Законодательного Собрания благодарю всех вас, организаторов, за то, что Конгресс состоялся в городе Санкт-Петербурге. Я уверен, что это сделано не только потому, что у нас есть замечательный федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени Алмазова, который возглавляет академик Евгений Владимирович Лихтов. Не только потому, что российское кардиологическое общество образовалось в Санкт-Петербурге, но и потому, что наши замечательные петербургские ученые ищут новые методы по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Вам успешных научных дискуссий, плодотворной работы и высоких результатов. Спасибо за ваш труд, за вашу деятельность. Всего вам самого доброго. Спасибо. Уважаемые участники юбилейного Конгресса, я хотел бы от имени председателя Государственной Думы зачитать приветствие. Организаторам и участникам, гостям юбилейного Российского национального конгресса кардиологов. Приветствую участников юбилейного Российского национального конгресса кардиологов. Широкое представительство врачей-кардиологов практически всех регионов нашей страны, участие зарубежных специалистов, подчеркивают значимость сегодняшнего конгресса, посвященного 50-летию российского кардиологического общества. Уверен, что ваша содержательная дискуссия не только позволит обсудить актуальные проблемы в области кардиологии, но и будет способствовать качественному развитию всего российского здравоохранения. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго. Председатель Государственной Думы Сергей Евгеньевич Нарышкин. АПЛОДИСМЕНТЫ Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является определяющим в программе снижения общей смертности и увеличения продолжительности жизни населения в России. Российско-кардиологическое общество первое из научных обществ к диагностике, профилактике стало привлекать различные государственные и общественные партийные структуры. Проект партии «Единая Россия. Здоровое сердце» начался в 2008 году. По этому проекту создавалась целая сеть сосудистых отделений. И здесь присутствует председатель Государственной Думы 4-5 созыва Борис Грязлов, который, я хочу подчеркнуть, когда была создана программа реализации суисцентра, а не было еще, бюджет уже был сверст. Он добился выделения первого миллиарда, который пошел на создание этих сосудистых центров. Всего в 27 регионах прошли масштабные мероприятия «Здоровое сердце», организованные партией «Единая Россия» совместно с Российским кардиологическим обществом. И направлены на привлечение внимания населения органам государственной власти к проблемам профилактики заболеваний сердца и сосудов. В этот торжественный день для меня большая честь и огромное удовольствие быть вместе с вами. Чем старше становишься, тем ближе кардиологи. И именно кардиологи в нашей стране заняли лидирующее положение среди врачей других специальностей по борьбе с табаком в России. Но при этом с подачи нашего патриарха к радиологии Евгения Чазова разрешают немного алкоголя, небольшую дозу для улучшения кровообращения. Еще раз поздравляю всех с юбилеем. Желаю участникам Конгресса успехов, плодотворной работы и, конечно, здорового сердца. Здоровья вам всех. Успехов. Уважаемые организаторы, участники, гости Российского национального конгресса кардиологов. Уважаемый Евгений Владимирович, ваш форум посвящен очень важной государственной проблеме – снижению инвалидности, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Медицинская наука достигла высот очень больших в диагностике, в лечении заболеваний сердца. Но ваш сегодняшний лозунг – это кардиология от науки к практике. Поэтому перед вами стоят очень большие задачи в повышении доступности современного лечения и доступности профилактики. Безусловно, в нашей стране вопрос здоровья населения – это вопрос национальной безопасности. К сожалению, продолжительность жизни россиян существенно ниже, чем во многих развитых странах мира. И болезни сердца приводят примерно к 50% смертности в нашей стране. Около миллиона человек в год умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Мы можем также и обратить внимание на то, что около 30% молодых людей, которым надо служить в армии, имеют медицинские отводы. Наша с вами очень большая и важная задача – повысить степень здоровья нашего населения. В 2005 году было принято очень важное решение о четырех национальных проектах. Один из этих национальных проектов был проект по модернизации здравоохранения. И с 2006 года начали строиться высокотехнологические медицинские центры в нашей стране. В том числе, безусловно, и центры кардиологического направления. Сегодня мы можем сказать о том, что на протяжении нескольких последних лет задача снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний решается. Но это очень маленький процент, который мы сумели отыграть у смерти. Поэтому задача ваша, задача кардиологов – все сегодняшние, самого высокого уровня медицинские достижения в науке внедрять в практику. Ваш сегодняшний конгресс приурочен к важному событию в жизни российской медицинской общественности – 50-летию российского кардиологического общества. На протяжении всех этих 50 лет наше российское кардиологическое общество является одним из флагманов не только отечественной, но и мировой медицины. Я хотел бы поздравить членов кардиологического общества с этим прекрасным юбилеем, пожелать организаторам, участникам, гостям Конгресса плодотворной работы, ну и, как полагается, в завершении крепкого здоровья. Мы очень рады, что для проведения юбилейного конгресса был избран именно наш город. И очень надеемся, что это отражение того особого вклада, который внесли ученые из Санкт-Петербурга и Ленинграда в развитие отечественной и мировой медицины вообще и кардиологии в частности. И позвольте мне зачитать поздравление, приветствие от имени губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко. Дорогие друзья, рад поздравить вас с открытием Российского национального конгресса кардиологов. Конгресс, посвященный 50-летию Российского кардиологического общества, проходит в Санкт-Петербурге, одном из крупнейших научно-медицинских центров страны. Именно здесь сформировалась уникальная научная школа, сыгравшая большую роль в развитии отечественной медицины. И имена многих великих ученых, работавших в нашем городе, вписаны золотыми буквами в историю мировой медицинской науки. Модернизация здравоохранения на основе новых высокоэффективных лечебно-диагностических технологий предусматривает активное внедрение результатов научных исследователей в медицинскую практику и подготовку специалистов самого высокого уровня. Именно эти вопросы предстоит обсудить участникам конгресса. В его рамках будут представлены современные достижения в области профилактики, ранней диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Уверен, юбилейный Российский национальный конгресс кардиологов станет знаковым событием научной и общественной жизни, откроет новые перспективы в развитии здравоохранения. Желаю участникам, гостям и организаторам конгресса успехов и плодокварной работы. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко. Успешной всем работой! Глубокоуважаемый Евгений Владимирович, глубокоуважаемый Евгений Иванович, дорогие коллеги, высоко честимые гости Российского конгресса кардиологов, для меня очень большая честь выступать сегодня с этой трибуны в любимейшем городе нашего народа, в историческом месте нашей истории. Это не тавтология. Мне довелось быть в этом зале 7 лет назад, когда здесь состоялся первый в истории нашей страны Европейский конгресс сердечно-сосудистых хирургов. Он проходил тоже в этом зале, и наши зарубежные коллеги были и очарованы, и по сей день вспоминают атмосферу, которая существует в городе. Сегодня мы посмотрели замечательный фильм о становлении очень целостной и очень важной и в научном, и в практическом отношении специальности. И эта специальность, как это ни странно, сегодня начинает приобретать более наполненное содержание, чем это было даже 20-30 лет назад. Потому что сегодня для пациента сердечно-сосудистого профиля существуют альтернативные методы лечения, которые сами по себе были невозможны в недалеком прошлом. Кардиолог изменился. Сегодня от кардиологии отпочковалась эндоваскулярная хирургия. Сюда же присоединились специалисты гибридных технологий. И таким образом весь спектр проблем, которые касаются пациентов сердечно-сосудистого профиля, он сегодня может решаться существенно более эффективно, чем это было энное количество лет назад. И, конечно, роль наших отечественных ученых в этом разделе трудно переоценить. Сегодня упоминалось имя Василия Ивановича Колесова. К счастью, я был знаком с ним, видел его операции. У нас есть потрясающие имена. Владимир Петрович Демихов, который сделал весь атлас трансплантологии. И у нас, конечно, замечательная плеяда кардиологов, патриарх нашей специальности Евгений Иванович Чазов. Я хотел бы, конечно, еще раз вспомнить имя ленинградца по происхождению из Тбилиси, Владимира Ивановича Бураковского, который был учеником Петра Андреевича Куприянова и который здесь, в этом городе, начинал первые эксперименты по применению гипотермии. Начинающийся Конгресс – это сугубо профессиональное дело. Но я думаю, что у нас будет возможность ближе познакомиться, что крайне важно для больного. Нам очень важно, мы все время об этом говорим, хирурги, что нам важно, чтобы мост, который существует между кардиологами и кардиохирургами, сравнять и сделать сплошной единой площадкой. Вы знаете, что мировое медицинское сообщество очень активно работает над разработкой согласительных документов. И это, в частности, касается самого распространенного заболевания ишемической болезни сердца. И есть согласительные документы европейских кардиологов, мировых кардиологов, которые говорят, когда надо делать операцию, когда надо делать эндоваскулярное пособие, и когда можно человека лечить с применением лекарств. Считаю, что вот такие рекомендации должны быть внедрены в нашу практику, потому что это все-таки в интересах нашего населения. Возвращаясь к теме сегодняшнего дня, я восхищен уровнем подготовки этого Конгресса и хочу поздравить его организаторов с замечательным началом. Я абсолютно убежден в том, что это начало даст новый толчок к дальнейшему развитию специальностей, которым мы с вами служим. Большое спасибо. Дорогие коллеги, как уже было сказано, позвольте вас приветствовать от имени Российской Академии Медицинских Наук и в начале официальное послание, которое нам с вами адресует президент Академии Иван Иванович Дедов. От имени Российской Академии Медицинских Наук до всей души приветствую всех участников и гостей Российского Национального Конгресса, посвященного 50-летию Российского Кардиологического Общества. Сегодня кардиология является одной из самых приоритетных медицинских наук от достижения российских научных школ в этой области и смежных специальностей, конкурентоспособных с ведущими научными центрами мира. Деятельность общества во многом направлена на стимулирование научных исследований, решение профессионального образования врачей, интеграция российской медицинской науки и международное научное пространство. Забота о здоровье нации – это прежде всего повышение качества жизни наших граждан, без чего невозможно становление России как сильное государство и ее процветание. Полагаю, что Конгресс будет носить весомый клад в объединении усилий общественных организаций, государственных научных и образовательных учреждений России в развитии российской медицинской науки, улучшение качества оказания медицинской помощи российским гражданам, повышение профессионального уровня специалистов. Желаю участников Конгресса плодотворной работы и интересного общения. Уверен, что вырубленные вами решения, рекомендации послужат продуктивным обменным опытом и будут успешно реализованы на практике. Хотел бы только добавить, дорогие друзья, что тот фильм, который сегодня был показан, содержателен по своей сути и очень трогателен, потому что очень коротко и очень красиво представлен достижения российской науки в области кардиологии. Вне всякого сомнения, что российское кардиологическое общество это самое продвинутое в международное научно-медицинское сообщество общества, это самое, пожалуй, демонстративное в том смысле, что оно, как никакое другое медицинское научное сообщество нашей страны, интегрирует воедино достижения фундаментальной медицины и клинической практики. Отрадно осознавать, что здесь среди нас сегодня находятся выдающиеся специалисты, которые не только послужили очень много образованию общества, но также и развитию кардиологии и тем достижениям, которые сегодня мы имеем здесь возможность отметить и приветствовать. От всего сердца желаю всем участникам, от сам создателям общества и руководителям всего самого доброго, а всем нам процветания и дальнейшего развития российской медицинской науки. Спасибо. Уважаемый Евгений Иванович, Евгений Владимирович, Лео Антонович, дорогие сердечные друзья, в этом здании выступать совсем непросто. Я подсчитал сейчас 107-й год демократии в России. Ровно тогда здесь все это дело и началось. Кардиологическая ассоциация является одним из основателем Национальной медицинской палаты, а Национальная медицинская палата сегодня стала крупнейшим врачебным объединением в России. Сегодня все члены кардиологического общества, они находятся, вне зависимости от места проживания, находятся под защитой Национальной медицинской палаты, и это не пустые слова. Сегодня мы должны стремиться к тому, чтобы каждый кардиолог стал членом кардиологической ассоциации, и тогда все будут зачищены. И мы за постепенное объединение всех обществ ассоциаций, которые занимаются вашими проблемами, с нашей точки зрения как-то разбежались, и это диктует законодательство. Мы уже сегодня зачищаем врачей административного произвола и судебных преследований. Мы стали квалифицированным экспертным сообществом при принятии различных нормативных актов и набираем в этом силу. Мы являлись одними из тех, кто способствовал разделению Минздравского соцразвития. Сегодня в Национальной медицинской палате заключен договор с Минздравом и столкнул координационный совет, председателями которого являются Вероника Игоревна Скворцова и президент Национальной медицинской палаты. Это хорошая площадка для совместной работы, и мы ее будем развивать и использовать. Мы должны облегчить получение знаний и умений после дипломного образования путем введения персонифицированного, дистанционного, бесплатного, подчеркиваю, получения знаний. Мы упорно работаем сейчас над системой независимой профессиональной экспертизы, удобной для нас системы страхования. Наше основное направление – улучшение профессиональной, подчеркиваю, деятельности. Но мы подставляем плечо и профсоюзам, и Минздраву в решении социальных вопросов медицинских работников. Нами разработан пакет социальных гарантий, которые у нас отобрали. Это особенно важно. При планированном Минфинам непонятному сокращению доли здравоохранения ВВП до 8,2,8%. Считаем, что особенно в настоящих условиях большую роль в нашей профессиональной деятельности должны играть именно врачебные объединения. И им в соответствии с 76-й статьей закона об основах охраны, разработанной при нашем непосредственном участии, будет современно переданы функции, регулирующей профессиональную, подчеркиваю, профессиональную деятельность, естественно, соответствующим финансированиям. Сейчас активизировались и пациентские организации в нашу защиту. И надеюсь, что совместными усилиями мы найдем выход из сегодняшней сложной ситуации. Я только что летел в самолете и представлял последний огонек. И удивился, и огорчился, что число россиян, недовольных здравоохранением за последние пять лет, несмотря на наши все старания, увеличилось почти в два раза. Что делать? Оборудование действительно стало больше, а народ недоволен. Вероятно, это связано с катастрофой в кадровой политике и относится к нашему профессионализму и работы еще очень много. Я в Санкт-Петербурге и хочу похвалить Санкт-Петербург. Я недавно был во Владимире и увидел очень хорошую отечественную петербургскую разработку дистанционной электрокардиографии. Просто молодцы. Я хочу пожелать успеха в работе Конгресса а кардиологам крепкого сердца и нормального давления, чтобы все это выдержать. Будьте счастливы! С праздником вас! АПЛОДИСМЕНТЫ Конгресс кардиологов является знаковым событием научной и общественной жизни страны, которая откроет новые перспективы в развитии отечественного здравоохранения, нацеленные на снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности от нее в Российской Федерации. Российское кардиологическое общество за пять десятилетий выросло в одну из наиболее значимых общественных организаций страны, активно участвующую в реализации государственной политики в сфере здравоохранения, включая совершенствование медицинского образования и развитие медицинской науки. Выражаю уверенность, что юбилейный Российский национальный конгресс кардиологов пройдет успешно, в творческой атмосфере взаимодействия специалистов по обмену опытом, станет мощным стимулом для совершенствования и разработки новых современных медицинских технологий и внесет несомненный вклад в дальнейшее развитие кардиологической науки и улучшение кардиологической помощи на благо здоровья людей. Желаю всем участникам и гостям Конгресса плодотворной работы здоровья, счастья, личного благополучия и дальнейших успехов в вашем благородном труде. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Участникам и гостям Российского национального конгресса кардиологов. От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации сердечно приветствую участников Российского национального конгресса кардиологов. Российское кардиологическое общество, представленное всеми регионами России, вносит большой вклад в развитие отечественного здравоохранения, способствует решению важнейшей задачи снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Широкая платформа междисциплинарного взаимодействия позволяет создать условия для активного участия общества в формировании здорового образа жизни, реализации современных программ непрерывного профессионального развития и образования специалистов, проведении социально ориентированных и профилактических мероприятий, формировании научно обоснованных клинических рекомендаций. Результат работы Конгресса станут стимулом для активного внедрения современных методов диагностики, лечения и профилактики социально значимых заболеваний в широкую клиническую практику, открытие новых перспектив модернизации здравоохранения на основе достижений научно-технического прогресса, дальнейшего совершенствования профессиональных компетенций специалистов. Благодарю вас за активную работу и желаю дальнейших успехов. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. И еще одно приветствие. Президенту Российского кардиологического общества академику Шлехто. Уважаемый Евгений Владимирович, Управление Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия поздравляет Российское кардиологическое общество с 50-летием. Юбилейный Российский национальный конгресс кардиологов, посвященный празднованию столь значительной даты, должен стать одним из важнейших мероприятий, оказывающим содействие в решении проблем крупнейшей области медицины, кардиологии, как для работников сферы здравоохранения, так и для граждан нашей страны. Желаем Конгрессу активной и плодотворной работы, направленной на повышение качества оказания медицинской помощи населению Российской Федерации. Начальник управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, Воронин. Глубоковажаемый Евгений Иванович, Евгений Владимирович, Леон Антонович, глубоковажаемые коллеги и друзья, мне очень приятно приветствовать вас с этой высокой трибуны не только от имени Украины, но и от имени всех стран, которые входили в состав большого геополитического образования Советского Союза. Мы вместе на протяжении этих 50 лет прошли этот долгий, сложный и трудный путь. И несмотря на то, что сменилась социально-экономическая формация, мы остались дружны, мы преодолели все трудности, мы вместе проводим мероприятия и вместе вошли в мировое и европейское кардиологическое пространство. И мне сегодня приятно отметить, что сегодня на этом празднике, празднике кардиологов России присутствуют представители всех государств. Мне приятно, что присутствуют не только наши бывшие государства, но и представители и ученые стран Америки, Европейского Союза. И большим уважением к этому мероприятию является присутствие президента Европейского общества кардиологов профессора Вардаса. Мне очень приятно, что все эти достижения, которые сегодня разрабатываются на мировом уровне, успешно имплементируются в кардиологию наших стран. И нам сегодня не стыдно за нашу кардиологию. У нас внедрены практически все новейшие технологии фармакотерапевтические, хирургические, интервенционные, которые сегодня используются в мировой кардиологии. Уважаемые коллеги, мне хотелось по поручению Национальной Академии Медицинских Наук Ассоциации Кардиологов Украины вручить памятные награды нашим выдающимся кардиологам, которые в свое время внесли огромный вклад в создание и специальностей кардиологии, и кардиологических обществ в наших странах. Первую награду я хочу вручить академику Чазову Евгению Ивановичу фундаменту и организатору. Мы многие годы будем вместе. Он действительно как духовный наставник все эти годы и сейчас опекает кардиологическую службу. Спасибо вам, Евгений Иванович. Успешную эстафету приняла Евгений Владимирович, академик Шляхто. Действительно, достойно проходит съезд, больше десяти лет возглавлял российское общество кардиологов и всего участия. Сделали много хорошего в кардиологии нашей страны. Большое спасибо. Успехов вам, вдохновения, счастья. Спасибо. Дорогой господин президент Российского национального общества кардиологов, профессор Евгений Владимирович Шляхто. Уважаемые академики, политики, президенты национальных обществ кардиологии, от имени Совета Европейского общества кардиологии я с радостью приветствую Российское общество кардиологии. Поздравляю вас с 50-летним юбилеем. И, конечно, я поздравляю это исключительно важное и значимое общество. Я хочу поздравить это общество и его членов в связи с огромными достижениями. Недавно мы услышали, что наше общество, Европейское общество кардиологии, да пару недель назад, имело возможность практически получила золотую медаль, вручила ЧАЗову академику золотую медаль. Это самая высокая награда. И это практически, да, за не просто российскую, но и восточноевропейскую вклад в восточноевропейскую медицину, сердечно-сосудистую. Я хочу вкратце представить некоторые вещи, связанные с Европейским обществом кардиологии. Мы очень гордимся нашими практическими достижениями. И нам очень нравится вот это вот научные организации во всем мире. Наше общество представляет 85 тысяч специалистов сердечно-сосудистого профиля. Она вот так, структура изображена на этом слайде. У нас вот 6 ассоциаций, работает с нами несколько советов. И, конечно, мы очень гордимся этим великолепным сообществом. На сегодняшний день у нас есть 56 национальных обществ кардиологических с большим количеством членов. Потому что европейское общество кардиологии, что означает? У нас ведь, а это тоже граница от Португалии до европейской части Российской Федерации, даже за Уральским хребтом, да, мы считаем своими, даже страны Северной Африки. У нас есть много кардиологов нашими членами, являются. По сути дела, 2692 члена. И, конечно, мы хотим призвать всех вас, подавайте заявки. Если вы считаете, что вы удовлетворяете критериям, подавайте заявки на вступление. У нас можно получить вот стипендию, стать нашими аспирантами, если хотите. И мы пытаемся вот этот символ, мы считаем, да, он должен быть оставаться жизнеспособным. Итак, российское общество кардиология активно участвует в наших мероприятиях. И мы с большим удовольствием наблюдаем прогресс, который достигает это общество. Прогресс сердечно-сосудистого сообщества. И в данном случае мы включаем и кардиологов, и сердечно-сосудистых хирургов. И, как я уже сказал, европейское общество кардиологии гордится тем, что оно практически, да, включило шесть в свою деятельность, шесть очень важных активных ассоциаций. И у нас есть такие вот советы с активными представителями. Все эти мероприятия проходят через нашу штаб-квартиру в Ницце во Франции. А недавно нам представилась возможность открыть в Брюсселе дополнительный офис. Российское общество кардиологии очень активно принимает участие в нашей деятельности. И мы бы хотим также всех призвать вас, будьте еще более активными, принимайте участие в нашей деятельности. Мы хотим, чтобы приезжали кардиологи из Восточной Европы, чтобы они присутствовали, чтобы они были активными. Вы этого заслуживаете. И я хочу, наконец, сказать, насколько мы гордимся молодыми кардиологами. Это у нас есть специальные проекты, которые проводит Европейское общество кардиологии. Проект завтрашнего дня, потому что мы хотим, чтобы молодежь, даже студенты принимали участие, работали на этом восхитительном поприще, которое мы называем специально-сердечно-сосудистой лечением или кардиологией. Более у нас 30 тысяч участников этого прекрасного события в Амстердаме. В Барселоне на будущий год мы ожидаем даже больше. Пожалуйста, подавайте свои научные работы, чтобы приехать в Барселону. Мы приглашаем всех сердечно-сосудистых специалистов, чтобы достижения еще большие были на этом поприще. Тут немножко политические сообщения сделают. Мы, кардиологи и хирурги, у нас практически за последние 25 лет нам удалось на 8 лет увеличить продолжительность жизни наших пациентов. А другие специальности, например, онкологи, к сожалению, на несколько месяцев только. Поэтому все эти достижения нам очень важны. А почему? Потому что мы поддерживаем наших пациентов. Опять большое спасибо. И все мы. Для нас большая честь вместе с вами в Санкт-Петербурге принимать участие в праздновании и принимать участие в этой конференции, в этом вашем конгрессе. Российские кардиологи и кардиохирурги, они являются пионерами, которые внесли огромный вклад в различные инновации в области кардиологии. Самые первые описания, связь между липидами и атеросклерозом – это, конечно, достижение российской науки. И, конечно же, доктор Чазов, который стал пионером в этой области коронарной тромболизис и коронарной тромболизис и лечение инфаркта миокарда, он стоял у истоков. Я хочу поблагодарить и поздравить за то вдохновение, которое российская медицинская наука предлагает всему миру. Конечно же, ведь мы же боремся с вами с одними и теми же проблемами. Я думаю, только вместе, совместно мы сможем найти решение таких проблем всего человечества, как гипертензия, диабет и другие. Их также метаболический синдром России. Соединенные Штаты могут многому научиться друг у друга. И наше партнерство, наши партнерские отношения и наше партнерство с российским кардиологическим обществом – это, конечно, определенный мостик, который еще больше объединит нас. И, конечно, мы можем друг другом многим поделиться своим опытом, проблемами, достижениями и в наших профессиональных сообществах. И мы очень ждем расширения этого сотрудничества в будущем. Очень надеемся на него. И мы надеемся, что в Вашингтоне, в Дистриктов Колумбия, в 2014 году у нас будет большой конгресс. И мы, конечно же, надеемся, что там мы вместе с вами встретимся. И мы ждем и, безусловно, надеемся на самые длительные, самые благоприятные отношения между нами и сотрудничество. И спасибо большое за Ваше гостеприимство от всех американских коллег, от американского коллеги кардиологов. Хочу поблагодарить Вас за приглашение, за участие в этом конгрессе.